Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванин. Я занимаюсь инвестированием в акции и облигации уже более 10 лет. За это время я видел много хороших историй на фондовом рынке, но чаще, к большому сожалению, плохих. Одна из таких поучительных историй, как ни странно, не связана с торговлей или инвестированием на рынке напрямую. Она связана с далекой, молодому поколению, может, даже неизвестной приватизацией в России в 92-м году. Большинство людей неудачно распорядились своими ваучерами, вложив их в чековые фонды или разорившиеся предприятия. В этом абсолютно нет их вины. Вина, скорее, на тех, кто не объяснил, что с этими ваучерами делать. Но были и те, кто по счастливой случайности или хорошо все финансово просчитав, вложил свои ваучеры в крупные экспортные компании, которые начали активно развиваться как раз в начале 90-х. Например, на один ваучер вы могли приобрести до 6 тысяч акций «Газпрома». Хотя эта цифра варьировалась от региона к региону. На пике фондового рынка 2008 года этот пакет оценивался в 2 миллиона 160 тысяч рублей. И это все на один ваучер. В семье могло быть до 5 ваучеров и более. 6 тысяч акций «Газпрома» сейчас стоят около 900 тысяч рублей. В приватизации участвовали также акции «Сургутнефтегаза», «Норильского никеля», «Лукойла» и также другие компании. Капитал, который вы могли бы иметь, вложив свой ваучер в эти компании, сейчас также превышал бы сумму в 1 миллион рублей. По версии журнала Forbes, из 96 долларовых миллиардеров в России 62, а это 2 третих, разбогатели именно за счет приватизации. Многие люди, удачно вложившие свои ваучеры в период бурного роста фондового рынка с 2002 по 2008, начали избавляться от акций и ближе знакомиться с фондовым рынком. К сожалению, для многих из них это знакомство прошло неудачно. Люди, получив свои миллионы, выдушевились успехом, начали покупать другие акции, спекулировать, не обладая ни знаниями, ни опытом в этом деле. Итог. Частичная или порой полная потеря денег. Другой пример. Спортсмены, звезды шоу-бизнеса, топ-менеджеры, да и порой сами бизнесмены, заработав свой капитал, не знают, что с ним делать. Как правильно его инвестировать? Какие инструменты выбрать? В какой валюте хранить? В мире и в России есть огромное количество примеров людей, которые, не имея финансовой грамотности, потеряли свое состояние. И полно примеров, когда финансово грамотные люди сделали солидный капитал. Доказано, из небольшого капитала можно сделать большой. И большой капитал легко потерять, если нет знаний. Дмитрий Сухов, Дмитрий Черемушкин и я, Андрей Иванин, на курсе «Инвестиции на миллион» подробно расскажем, как грамотно создать капитал и эффективно управлять им. Какие финансовые инструменты лучше использовать именно для ваших целей и исходя из ваших возможностей? Мы подробно разберем акции, валюты, сырье и металлы, облигации, фьючерсы, опционы, ETF и другие финансовые инструменты. Изучим их уникальные финансовые особенности и разберем, для каких именно задач лучше всего подходит тот или иной финансовый инструмент. Я гарантирую, что дам участникам курса максимум знаний, стратегий, методов и рекомендаций, чтобы каждый смог в разы увеличить свой капитал. Записывайтесь на курс «Инвестиции на миллион» и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok